Привет! А мы находимся все еще в Карловых Варах и перед вами садовая колонада. К сожалению, она сейчас на реконструкции находится и попить из источников не можем. Напомним, что здесь находится впереди двенадцатый источник и здесь рядом находится пятнадцатый источник. Возьмем поближе, подойдем и расскажем заодно, что там есть. Так вот, пятнадцатый источник, начнем с конца, который к нам ближе. Пятнадцатый, вот то, что я сейчас показываю вам в кадре. Это змеиный источник, так называемый, 30 градусов температура воды. Да. Садовый колонад, он открыт в 2001 году, то есть последняя реконструкция была в 2001 году. Этот источник содержит меньше минералов, чем остальные оказываются источники курорта, но гораздо больше количества СО2. Из змеиной пасти он вытекает непосредственно в садовой колонаде. Вот то, что... Ну вот здесь вот в беседке он находится, сейчас идет реконструкция, к сожалению, подойти мы не сможем. Опытные туристы рекомендуют не только пить из родника, но и умываться. Они считают, что углекислый газ справляется с морщинами даже лучше косметики из карловых вар. Что-то в этом есть. И говорят, если регулярно приходить сюда, то можно за две недели стать моложе на 5-10 лет. Жаль, что проверить не можно. Жаль, что не на 5-10 лет, а на 5-10 лет. Вот, а дальше находится 12 источник. Вот он находится, вот там вот за второй беседкой находится дверь. То есть он находится в здании. Если видно, вот там такой, как... ...козырек. Переход от беседки к зданию. И в здании находится 12 источник. 12-й садовый источник это 47 градусов. Источник был обнаружен в середине 19 века при строительстве фундамента под лечебницей. Номер 4. Военные лазни. Вот то, что здание сейчас перед нами находится. Это военные лазни. Первоначально он называется императорским источником и выходит на поверхность на территории военного санатория, возле колоннады. Доступ к источнику открыт каждый день, как мы видим, с 6 до 18.30. Но только если не загружено заборами. Когда реставрации, конечно, нету, да. И рекомендуют пить при заболеваниях печени, мочеводной болезни. Углекислый газ не разбивает крупные камни, но может очистить почки от песка. Он также ускоряет восстановление клеток печени после болезни Боткина. То есть это гепатит, кому поясню. Температура свободного источника не поднимается выше 40 градусов. Хотя странно. Сначала говорится, что 47, а потом 40 градусов. Ну, наверное, изначально он идет 47, а потом остывает до 40 градусов. Наверно. И интересный факт, что неофициальным 13 источником жители Карловых Варх называют Бехеревку. Хотя мы знаем, что 13 источник совсем не здесь находится. То есть между 11 и 12 и 15 как бы должен быть еще 13, но его нету. И он есть, но он закрыт. Но он не здесь. Смотрите видео, где он находится. Ну вот кусочек информации для вас. Да. От нас на ладошках принесли. Зубки положили. В ротик положили, почти что переживали. Не говори. Потому что хорошие люди быть должны хорошо информированы. Информированы, да. Да. Наносим на этой приятной веселой ночи. Пока-пока. Пусть у вас будет много здоровья, чтобы выпить столько воды.